Аварийное состояние домов в поселке Нижняя Крынка стало одной из главных тем сегодняшнего приема. К мэру обратили жильцы многоэтажек. Ранее их жилье находилось на балансе шахты Зуевская. Всего 20 зданий. Единственная возможность решить проблему – принять дома в коммунальную собственность Макеевки, говорят власти. До конца этой недели они хотя бы визуально должны мне сказать, какие дома могут быть признаны аварийными, какие нет. Какие нет, мы примем в коммунальную собственность. По тем домам, которые являются аварийными, с фондом госимущества, с министерством будем решать вопрос о выделении средств. Потому что взять их сегодня аварийные на баланс – это завтра в подвешенное состояние начальника ЖЭК и начальника УЖКХ. О необходимости капитального ремонта заявили и жители многоэтажек, которые находятся в собственности города. Чтобы определить степень аварийности зданий, проведут обследование. На стенах домов установят маяки, по которым и проследят за разрушением. После чего создадут проект восстановления жилья. На эти цели город выделит полмиллиона гривен. План реконструкции дома Ирина Чернушевич будет готов в августе, пообещал мэр. Сначала мы должны сделать инструментальное обследование по вашему дому, институту. Деньги мы найдем, проплатим, как я сказал, до 1 апреля. А после 1 апреля уже по инструментальному обследованию институт скажет, что дальше делать. По всей видимости, это выполнение проектных работ. На проект мы деньги будем выделять. В любом случае, в первой половине текущего года, максимум до конца августа, проект по вашему дому мы выполним. Кроме необходимости капитального ремонта многоэтажек, люди жаловались на порыв водопроводных сетей, просили материальной помощи и содействия в прокладке нового водопровода. Также Александр Мальцев посетил сегодня котельную 6-й амбулатории первичной медико-санитарной помощи. Здесь во время осеннего визита градоначальника обещали построить резервный котел, однако работы были не выполнены. Сейчас буду разбираться, почему нет второго котла. Доводы, которые мне сегодня представил руководитель управления здравоохранения и руководство больницы, они меня ни в коей мере не удовлетворили. Также Александр Мальцев посетил 102-й учебно-воспитательный комплекс. Здесь появилась мультимедийная доска. Градоначальник поставил задачу в ближайшие три года обеспечить такими устройствами все школы Макеевки. Светлана Киктева, Евгений Красюков, Панорама.